Прошедший 2022 год отметился ростом внутреннего туризма и путешествий по России, в том числе и в Тверскую область. Сейчас в Верхневолжье входит в топ-10 регионов лидеров внутреннего туризма по оценке Ассоциации туроператоров России. Как изменилось поведение путешественников, какие тренды сложились в сфере гостиничного дела и что необходимо изменить? Эти и другие вопросы обсудили ательеры Тверской области на семинаре в Твери от отечественной платформы Travel Line. В нем приняли участие более 30 специалистов региона, представляющих отельный сектор туризма. В 2022 году Тверскую область посетила более 2,6 миллионов туристов, а за прошедшие 4 года общий турпоток составил 9,5 миллионов человек. Основные направления внутреннего туризма – это оздоровительные поездки, автопутешествия, отдых в сельских домах и на природе. Наш регион обладает уникальным логистическим комфортом. И гости московской агломерации, которых несколько десятков миллионов, предпочитают путешествия, время в пути которого равно одному баку бензина. То есть что такое Тверская область для москвича? Это значит сесть в машину в пятницу и оказаться в комфортабельной гостинице в Тверской области. По мнению экспертов, сейчас путешественники предпочитают короткие поездки или туризм выходного дня. Зачастую это семейный отдых. Родители отправляются в поездку вместе с детьми. Отличительное было лето. Очень много было семей с детьми. Для городских отелей это очень нетипично. Если сравнить предыдущие годы лета, то в прошлом году мы ощутили существенный приток семей именно с детьми. Как рассказали эксперты, главное изменение в поведении туристов произошло после ухода весной прошлого года крупного сайта по поиску отелей. Путешественники начали бронировать места на официальных сайтах объектов размещения. Поэтому сейчас для привлечения туристов важно оформление официальной страницы отеля. Размещая правильную грамотную информацию с красивым преподнесением относительно детского туризма, семейного туризма, пакетные предложения, это дает преференцию по отношению к бронированию через ОТЕ. На семинаре присутствовали представители как крупных отелей, так и небольших. Участникам рассказали об эффективном управлении продажами и автоматизации бизнес-процессов. Также эксперты поделились способами подключения онлайн-регистрации в отеле, а также о внедрении модулей бронирования непосредственно в социальные сети. Кроме того, участникам рассказали о тенденциях в сфере туризма. Пакетное предложение, когда турист приезжает и он хочет, чтобы средство размещения подумало о том, где он будет жить, что он будет кушать, куда имеет смысл сходить. Есть рост на исторический туризм, когда я хочу приехать и посмотреть соседний регион. В этом случае Тверь получает такой бонус, потому что находится между двумя городами-миллионниками. Поэтому средства размещения в Твери имеют смысл посмотреть относительно, предложить экскурсию, например, для того, чтобы изучить этот город. Чтобы отдых туристов был комфортным, в Тверской области не только продолжается развитие туристической инфраструктуры, но и повышается квалификация персонала, подготовка и переподготовка специалистов туристической сферы. Развитие сферы гостеприимства в Верхней Волже невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать ведущий опыт. Следующий семинар для ательера в Тверской области планируется провести совместно с экспертами Ассоциации глэмпингов России в мае 2023 года. Он будет посвящен перспективам развития кемпингов и глэмпингов.